Были времена, когда на лондонской неделе моды было в разы меньше гостей. Она была не так интересна всем. Пока в расписании лондонской недели моды не появилось шоу-дизайнера Джейлза Дикона. Именно ему приписывают возрождение интереса к London Fashion Week. Именно его шоу мы сейчас и посмотрим. Вещи уже готовы. Сразу после своего показа дизайнер Джейлз Дикон улетал в Париж. Напомню, он еще работает в Ангароу, креативным директором. И чтобы его не задерживать, чтобы, не дай бог, он не пропустил свой самолет, мы решили пообщаться с его родителями. Нам стало интересно, как же можно воспитать известного дизайнера. Так что слушайте советы. В какой момент ваш сын захотел стать дизайнером одежды? Когда он провалил экзамены в институт, ему посоветовали поступить в школу Святого Мартина. И он это сделал. А вообще, он с самого детства очень много рисовал. Вы поддерживали его, когда он был еще молодым и только искал себя в жизни? Конечно, как и все родители. Ей вообще нравилось, что наш сын пошел в моду. Она ведь была моделью. Но это было очень-очень давно. И ничего грандиозного. Вы приходите на каждый его показ? Конечно. Начиная с самого первого. И в Париж мы поедем, где он на днях будет показывать коллекцию для дома Унгарон. Он и сегодня убежал так быстро, потому что ему нужно ее доделать. Сегодня сделать карьеру в моде легче. Если ты несовершеннолетний. Это на своем примере показала американка Тави. Тринадцатилетняя девочка стала звездой год назад, когда мир моды открыл для себя ее блока моды. С тех пор дети, интересующиеся модой, стали новым феноменом. А у Тави начали подрастать серьезные конкуренты. Если честно, больше всего на показе дизайнера Джейлза Дикона, помимо коллекции и шоу всего остального, нас поразил маленький мальчик по имени Дарси. Ему 8 лет, и он брал интервью у всех известных фэшн-критиков и гостей показа. Мы срочно решили разобраться, что за конкурент появился у блогера Тави, который, я напомню, 14 лет, и она просто суперзвезда. Мы все узнали у Дарси. Я думаю, что у него есть все шансы стать самым известным ребенком в мире моды. Что ты делаешь здесь, на модном показе? Я беру интервью у дизайнеров, моделей и всех тех, кто связан с модой. Я бы хотела стать актером, моделью и дизайнером. Я интересуюсь модой с пеленок. Обожаю моду и сам выбираю для себя одежду и сам одеваюсь. Сегодня я одет в джемпер 50-х годов. Я сам его выбрал. Смотрите далее. Вопиющий скандал в мире моды. Джон Гальяна отстранен от дела. Не успела закончиться неделя моды в Лондоне, как весь мир моды оказался шокирован новостью. Джона Гальяна отстранили от его обязанностей креативного директора Дома Диор. 24 февраля Джон Гальяна, будучи в нетрезвом состоянии, якобы устроил в кафе скандал и позволил себе антисемистские заявления. На следующее же утро руководство Диор заявило, что дизайнер временно отстранен от работы в доме. Джон был наказан еще до того, как все разобрались, в чем же было дело в ту ночь. Это не конец его карьеры как таковой, ведь он настоящий гений, но его будущее в доме Диор под большим вопросом. Если он был пьян и позволил себе российские заявления, это в любом случае ужасно. Моя позиция такова, я поддерживаю Гальяна, что бы он ни сделал. Его личная жизнь принадлежит только ему, и все случившееся абсолютно не наше дело. Быть отстраненным от дел за неделю до показа – это очень рискованно. Ситуация сложная, никто толком не знает, что произошло в ту ночь. Как вы думаете, эта ситуация как-то повлияет на продажи дома? Скандальность еще никому не мешала, не правда ли? Дом Диор поступил правильно, что временно отстранил его от работы. Я не знаю. Все зависит от того, что именно сказал Гальяна. Он начал ссориться с двумя незнакомцами. Я тоже ссорился с незнакомцами в том баре. Но мне не обязательно говорить что-то подобное. То, что Гальяна делал расистские или антисемитские заявления – неправильно. Но, повторюсь, я не знаю, правда ли все это. Я не знаю, что произошло на самом деле. Я не хочу осуждать Джона до выяснения обстоятельств. В Англии мы всегда склонны верить в то, что человек невиновен, пока его окончательно не признают виновным. Еще неделю назад было немыслимо представить себе шоу Диор без Гальяна. Мир моды многое потеряет, лишившись гения Джона. 1 марта Дом Диор уволил Джона Гальяна за антисемитские высказывания в нетрезвом состоянии. Джон Гальяна считается одним из самых талантливых дизайнеров современности. На посту творческого руководителя дома Диор он пробыл 15 лет и повысил прибыль дома до отметки в миллиард долларов. В одной из следующих программ мы подробно расскажем о творческом пути и последней коллекции дизайнера. Дальше из холодного, но бурлящего креативом Лондона мы отправляемся в теплый, но промышленный Милан. Почему там относятся к моде не так возвышенно, как в столице Великобритании, расскажем в следующей программе. С вами была я, Дарья Шиповалова. До встречи! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА